Никита, ты не видел тут широкий пластырь? Нет, не видел. Ладно, узким заклею. А что ты делаешь? Меняю повязку. Так, подожди пока. А зачем? Так мне врачи порекомендовали. У тебя что там? Нагноение идет или что? Нагноение уже не идет. Ну а перевязка зачем? Когда у тебя перевязана? Выгнила полость, выгнила полость. Там рубец остается или что? И чтобы этот рубец затянулся, она же открытая. Я сейчас сниму, сейчас посмотрю. Там вот такая, где-то миллиметров пять может быть, рана, открытая рана. И в эту открытую рану, чтобы она туда ничего не попала, ни микробы, ничего, она должна быть закрыта, ее нельзя мочить. И нужно менять мазь с антибиотиком, чтобы она быстрее затянулась, чтобы туда микробы не развились. Должна быть закрыта и... Врачи не говорили, что тебе эта борода мешает тут? Нет. Ну это редко. Как правило, они предлагают рану очистить, чтобы рана была... Нет, бороду нет, они не трогают. Видите, я на все смотрю с небольшой коррекцией. Врачи берут среднее статистическое. Они подсчитывают, они и другие исследователи, что нужно менять так-то. Одному надо действительно менять часто. Работать в таком-то месте, где-то попадает пыль. У тебя все закрыто, ты в чистом месте. Зачем ее менять, вот это я не пойму. Там наложили лекарство, которое наложено, а то тебе хватит до конца болезни. А ускорить оно не может. Оно как ускоряет, говорит, нет. Если она дырка, она затягивается тот процесс, который внутри идет. Зачем ты отбираешься сейчас? С утра у тебя было приклеено. Ну, во-первых, надо посмотреть, что там, какой идет процессор. Всегда, когда рана открыта, всегда повязки... Всегда меняют повязки. Я не знаю. Ну, можно сейчас залепить и ничего не делать. Ты чувствуешь, когда ночью удары сердца отдаются, тогда надо посмотреть. А если у тебя все идет нормально, заживление, оно не любит, когда тревожит. Я не врач. Ну, я... Я не тревожу. Я просто меняю, ложу свежую массу, чтобы она быстрее. Та уже, она как, с кровью там, где-то гной осталась. Она уже все, как бы, она уже исчезла. Я тебя спросил, если гной, если есть гной, тогда менять надо. Она, мась, она же проникла туда, ее больше нет. Ее надо опять вложить, чтобы она действовала, чтобы затягивала рано. Я так думаю. У меня такие же раны были. Если не тукает, я тебя никогда не перевязываю. Никогда. Оно же это почернеет на мне. И, наконец, когда я снимаю, полностью заживленное. Врачи-то берут среднестатистический. У кого-то, действительно, надо менять. Но так как они не могут все время следить за каждым, да и не знают. Они тогда берут... А менять надо. Во-первых, работают фармацевты. У них тут свой интерес. Не надо думать, что он так о тебе уже заботится, каждый раз менять. Никто тебя не проверяет. У меня делали операцию. И ни одну, ни одну. Я работал на стройке. У меня врезанное повреждение было. От меня даже не зависящее никак. И вот теперь я уже рассматриваю, иногда проявляется там боль, где я стал расследовать врачей, спрашивать. И понимаю, операция могла виновать меня. Я бы не делал. А нет, тяжелая такая операция. А сейчас, когда начинается проявление этой операции, есть намек на то, что может рак поселиться. Раковая опухоль может быть. Ну, Бог милует, пока ничего нет, я водой святой мажу, и больше ничего нет. И по сегодняшний день, я не знаю, нужна была или не нужна. У меня все операции только, когда абсолютно невозможно. Вот меня привезли, вот в таком вот виде, или в коляске прикатили. Делают операции на позвоночнике. Вырезают грыжу. Все говорят, не надо. У меня профессор, когда он был доцент, да женка делал, кажется, Дмитрий Андреевич. И потом он говорит, я еду в Санкт-Петербург. Там доклады по специальности делать и упомяну о вашей операции, как у меня прошла успешно. Я уже на третий день Виктору Андреевичу, врачу, уже узнал, где тут спортивный зал, где там реабилитационные, так называют. Я уже лежал и что-то шевелился делал. И меня привезли, берегли здесь, нельзя вам сидеть, я не сидел, стоять или лежать. Но я привык стоять православный. Еще надо. Поэтому больше пяти килограмм не поднимать, я это все выполнил. И у меня прекрасно. Я однажды там и в коридоре-то и иду, а такая вот сделана, на колесиках, и вот так вот держаться и идти. Врач остановился. Вы что делаете? Я говорю, начинаю учиться ходить по новой. Брось эту бричку. Бричка называется парная лошадь, когда везут телегу. Ты начинай развивать не искать лучшее, а мне уже два достали бандажа надеть, корсета. Не это надо, ты сделай из мышцов, иди в спортивный зал. Я послушался и благодарю Бога за хороших людей, которые дали совет. Когда они легкая была операция, аппендицит вырезали, я не знаю, не полная неделя прошла, я сидел дома, уже пришел и дрова рубил сидя. А врач только сказал, доктор медицинских наук Шойхет Яков Нахманович, еврей, к слову сказать, добрейший души человек, ученейший человек. И он говорит, дай Бог каждому профсоюзному деятелю так болеть, как вы болеете, быстро вернуться. И поэтому я рассматриваю все в несколько другом виде. Читай данные, я просто интересуюсь. И вот, говорит, были проведены исследования, как моют детей часто. Эстония и Финляндия. Эстония, она через море рядом. Ну, Эстония, это не Коми, СССР, не Тува. И оказалось, где моют детей, с какими лучшими средствами. Где больше гигиенится. В Финляндии гигиенится примерно коэффициент стоит 1,58. Точность выведена. Ровно настолько же они болеют чаще. Все. Собаку моют разными порошками. Собака уязвимой делается. Ты ее не моешь, когда у нее все эти микробы, все это естественно. А это они всю эту среду уничтожили. И проникновение теперь легко идет на кожу и везде. Я вот как подхожу. А как считаете, вот моются иногда летом, жарко, несколько раз в день. Летом жарко и купаются несколько раз. А мыться с разными мылами, особенно жидкое мыло, вообще в баню не разрешаю заносить даже. Ну, а как тогда? Ну, возьмем по нашему, по сибирскому. Я считаю, в три недели один раз мыться. Это норма. Реже, но не чаще. Ну, а как так? Ну, оно все время гигиениус. То есть я же даже возьму в нашей близкой семье, которые не я, они все болеют. Я не болею. Главное тогда для здоровья надо. Не болею. То есть у меня на коже никогда не было никаких пятен, ни на ногах, ни... Вообще ничего не было. Никогда. Ну, это не два года, 76 лет. Ну, а вот нижнее белье. Нижнее белье менять каждую неделю. Нижнее, майка, трусы, платочек. Все. Остальное потерпит. А как тогда сейчас-то? То есть я примерно вывел для себя. Вот простыни меняют, когда сейчас-то, то-другое. Это примерно, ну, в два месяца один раз постирать. Этого достаточно. Нищащина реже может быть. Тем более православным, когда прославляют святых, милотех, козьих кожах. И вот это вот все остальное. Ну, покажи, как ты будешь снимать. Даши ты. Ну-ка. Что, не больно? Что ты не можешь? Ну, пока не больно. Пока терпимо. Так она даже с волосами тебе стянул. С волосами. Ну, она же... Кожа при... 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 Задушился. Все. Милиционер заглянул, говорит, а ремнями притянуто. Но за 100 рублей готовы задавиться. Вот она, старая повязка. Здесь уже кровь... Ну, старая. Это тебе надо на ножи. Вот, вот они волосы вырывались. Все. Что? Ну, если надо, надо. Я говорю, если надо. Если пошло заживление, ничего не надо. Организм сам бросает на защиту. Рисует там разные. Бегут с ружьями. Зашивают и прочее. Надо просто научиться прислушиваться к своему организму. Я вот обратился... Ну, как, в Библию получил, впервые Евангелие, через Еремея Михаила Александровича. А он был в блокадном Ленинграде зенитчиком. Так я понимал. Ну, и у него ранение было. Руку там перешибла ему. Она у него мало поворачивалась. И вот что получается. Ну, что, закрыть мне надо рану-то. Вот послушай, что он говорит. Давайте рану закроем, а потом... Давай. Кто будет закрывать? Никита. А вы рассказывай. Никита, давай ты. У тебя получится. А я буду рассказывать, не помешает? Нет, нет. И он говорит... Вот потом я только узнал. Когда гипс наложили... А под гипсом-то там что? Гной. А гипса его не разблокируешь. И они ему туда личинки мух посадили. Мухи. Обыкновенные мухи, которые едят гнои, черви. Личинки. И вот говорит... Я слышу, как он там шевелится, как буквально грызет. До того это неприятно, больно. Я высказать не могу. Но я, говорит, все-таки выхожу где-то, гуляю там в саду, где был-то. И такой нашел сущок туда. И вот так потихоньку просуну под гипсы. И вот так ширяю, ширяю. У него где-то вот здесь вот. А так сделаю, больно будет. И тогда маленько эту боль, как бы ту боль погасить этой. А это надо. Иначе там гной. Заражение будет. А черви сжирают это. Специально их подсаживают. То есть кто-то прислушался к организму. Кто-то сопротивлялся обязательно, как у Елизарова. Что он не прав. Федорова там по зрению. Мало ли их этих было. Которые начинали. Начинали с нуля. И кто-то осуждал, не принимал. Профессор Витебский доказал, что спать можно не меньше, чем 2 часа прошло после ужина. А кто не согласен, с тем он просто их из больницы выписывает и все. А почему? Показали, как клапаны работают, кишечник. Я не медик, поэтому выражаюсь в другой терминологии. Вот так. Если нормально все идет заживление, организм подсказывает. Сделать перевязку. А если идет все нормально, не прикасайся. Не мешай ему работать. Да и не надо на болезни забыть про нее. Есть такое выражение, наплевать да забыть. Вот здесь и подумай. Кто что терпел. Ты не гугенот, тебя не преследуют. Ты не авакуум, тебя не ссылают. Берегись. У тебя же ты говоришь, что... Как тебя... А кто у тебя болел раком-то, онкологией? Отец, и я болел. И ты болел. И как ты выздоровел? Так, а глаза ему не заклей. А то он совсем слепой будет. Как я выздоровел? Так, слушай, я прицелился уже, гляди. Да. Ошейник надевает на тебя. Потихоньку. И здесь написать на это надо. Не в активном поиске. Замужним или не замужним не свататься за меня. Написать ему надо прямо на этом. Но... Вот, Никита на уровне. Пожалуйста, ладон приклеим, только не в нос. А не получится. Э, отлетает. Не получится. Ну, кончик можешь подрезать, нет? Просто выпрямить надо. А почему тебе не решить так? Совсем ее не закрывать? Ага. Боишься, да? Врачи сказали, мочить нельзя. Если влага попадет, может опять начаться закноение. Как не мочи? На улице дождь идет. Что мне тут... Ну, надо, давай делать. Да не подходит. А тот раз не прошло. Я, когда в тюрьме был, и заключенным говорил, Вот смотрите, мы... Решетка здесь. У решетки, у окна, в разделе, все... Никто не сворует. Мы на втором этаже. И хорошо нам здесь. А они так смотрят на меня. И заметьте еще что. Нас охраняют снаружи и снутри. И там, снаружи, которые ходят. И изнутри, и из тюрьмы, и из коридора. Зачем нам домой проситься? Отец. Ну, это охота домой. То есть тут моя не сработала уже. Я все показывал. Преимущество нахождения в тюрьме. Я ни за что не отвечаю. Это определенно. Я не могу повлиять на Горбачева. 86-й год. Не могу. Я помню, как бегали за эти, там называются, дубаки, которые прислуживают мастера. И в каждую камеру проводили, это уже озаботились в верхах, приемники. Приемники. Потому что сказали, ровно в 3 часа будет говорить, ну, по-нашему, 3, в 12 дня будет говорить Михаил Сергеевич Горбачев. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Ну, что может сделать так? Я спрашиваю верующих. Ну, а что сделаешь от тебя? От меня зависит. Я уже в 9 часов как встал на молитву, и до 3 часов с молитвы не стою. Молюсь и молюсь, читая псалтырь. И сказал, Господи, вот как он первый звук издаст, а, на чем ты меня захватишь, на том я и остановлюсь. Это твоя мысль. Господи, сделай так. Ну, и читая псалтырь. И, наконец, кажется, 33-й псалом. Там, про язычников, говорит, советы их не состоятся. Только закончил, он начал говорить, я остановился. Дальше стал его слушать. И вот после всем рассказывал. Вот я говорил, и написано, советы их не состоятся. Все. И так ничего из этой перестройки не было. Ну, было. Было. Развалили страну. Устроили нищету. Не платили деньги. Эпоха великого хапка. В Израиль. Все, погнали туда. Огромную страну, 73 года, которая горбилась. Рабами были. 73 года. Одним махом отдали Израилю. Все. И я это знал уже, находясь там. И что интересно, меня когда посадили, и вдруг какой-то ущерб от меня нашли, а я архипелагу ЛАГ насчитал и брал, кроме Златоуста, 12 томов, 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия насчитал. Там все незапрещенное. Но брал интервью репрессированный. И вдруг Чернобыль рвануло. Еще тогда никто не знал последствий, что пол Европы глаза запорошит. Но уже рвануло. И я первое дело подумал, что вот здесь ваш ущерб будет побольше. Садитесь. В общем, тот ущерб, который вы мне нанесли, конфискуя у меня магнитофоны, конфисковав пленки, мои работы и прочее. Я о болезни говорю. Надо прислушиваться к людям, которые проводят исследования. Вот я не раз говорил о зубах. Маленькие дети уже в зубном кабинете. У меня тоже зубы болят. Болели, вернее. А почему? Копал колодцы. И началось там врушение. Я в колодце просидел месяц. В холодной воде. А на улице жара. Вылезу оттуда, жара. Туда. Все зубы заболели одновременно. То есть условия работы были невыносимо трудные. Я-то не сидел просто. Я там копал и копал. Пуль пошла. Вот. Ну а дальше-то что? Зубы выпадывают. Но не пошел дергать. Почему? Я понял, что если зубы дергать, это будет связано с головой. И не будет памяти. А я веду занятия. Тем более в университетах везде. Мне нужно быстро отвечать на вопросы. Ну и не делал. Хотя у меня какое репрессировано. Бесплатное протезирование. Бесплатное лечение зубов. Бесплатное. Оговорено. Которое у меня льготная книжечка. И вот я был в Америке. В Нью-Йорке. Ну и сказал. Говорю. А у вас тут можно зубы маленько посмотреть? Я слышал какие-то штифты. Или как называют. Шурупы там так скажем. Вкручивают. А на них потом наращивают. И зубы такие там есть. Ну пошли. Меня посадили. Все лакированное. И человек по-русски хорошо разговаривает. Видимо русский, который там есть. Опрокинули. Посмотрели. Зубы дергать. Я говорю. Мне и там говорили дергать надо. Корешки-то, которые остались. А у меня корешки все целые. Ну да. Ну а как я вам могу? Тем более наращивать. Чтобы выше десны зуб оставался. А у вас ниже десны они все. Десна уже закрыла. Эти корешки. Никак. Я говорю. Мне никак нельзя. У меня памяти не будет. Я ошибдусь. А какое это отношение имеет? Не знаю. И меня конечно вернули. Ничего не заплатили. Потом я пошел здесь опять. И опять то же самое я не стал. Проходит время. И вдруг исследование там финских или каких. Ну ученых. Много лет собирали данные. И окажется с каждым вырванным зубом. Корешками. Уходит определенный процент памяти. И особенно верхний. Когда я здесь стал говорить. Одна врачиха согласилась. С верхним я согласен. А нижний оно не связано с мозгом. Связано. А как? Какие у вас данные? Никакие. Какие у меня данные? Я плотник. Строитель. Нет у меня ничего. А теперь доказано все. У меня все до одного корешка целые. Я научился ими хлеб размачивать. А иногда даже горох давлю несушеный. Ну как? Надо просто чувствовать свой организм. Я вот показываю. Когда раздеваюсь. Допустим. Ну в бане. Просто покажу. Вот видишь. Какое тело. Вот это вот когда согнешь. Вот так. Шкурку на животе. Чтобы она была не больше 12 миллиметров. Это норма. За это нельзя заходить. Ну у меня поменьше. Как у воробья на коленке. Я в бане когда бываю. Я всегда любуюсь своим телом. Благодарю Бога в бане. В бане. Думаю если голову отрезать мою. Бросить тело. Никто не догадается. Что это. Старик валяется на дороге. А почему? Я люблю тело свое. Не пренебрегаю. Как некоторые думают. А вы только. Узы накладывайте. Нет. Питание мое без мяса. Мясного нет. Алкоголя ни грамма. Про табак не надо поминать. Я даже не дышу дымом. То есть. Ничего нет. Меньше спи. Мало ешь. Мало пей. Здраво будешь. Вот и все. Весь ответ. До сна. Два часа я услышал еще в армии. Это стараюсь соблюдать. Пища вся. Рыба. Я не вегетарианец. Я знаю мясо можно есть. Но просто воздерживается. Это дорого. Да и теперь мне даже и не нужно это совсем. И здоровье дает Бог. Я очень сильно боюсь зазрения. Провел 9 лет. Больше 30 тысяч часов за компьютером. Когда издавал книги. 38 книг. Набирал многое сам. Это невозможно. А как? Морков каждый день. На мелком морковку и прочее. Ты, Никита, болеешь чем-то? Нет. Вообще не болеешь? Вообще не болею. Вот видишь, Украина нам поставляет каких работников. Здоровых, крепких, но не наученных. Ты болеешь чем не считая вот этого пузыря на щеке? Нет. Тоже нет. А было такое, что у тебя подозрение было, что опять вспыхнули, пошли желваки по шее? Было. А из-за чего? По грехам моим. А? По грехам моим. Ну, определенный, если не секрет, какой грех, который послужил к тому, что у тебя опять возникло, то, что саркома вы тут, ты вырезали этом или еще? В чем операция-то была твоя? Не вырезали. А почему такое у тебя там шов? В последний раз, когда желваки пошли, ну, с чего начинать-то? Ну, сначала тогда уж начинать, наверное, надо. Нет. Когда тебя лечили там и проще. Здесь, когда ты был уже у нас, у тебя говоришь, что из-за чего? Тетя Нина Жолнырова. Которая в клочках сейчас. Да, которая сейчас в клочках. Она стояла на кухне. Вот. И у нас в лагере главенство мужа. Я в это свято верю, что Христос заповедовал, что муж глава, а жена должна быть в подчинении. И поэтому у нас мальчики всегда первые, девочки вторые. И сначала пищу подают мужчинам взрослым. Потом мальчики, а потом девочки. Самым маленьким. Да. А тут смотрю, значит, сначала девочкам подают. То есть нарушили установленный порядок. Да, да. Нарушили установленный порядок, и я возревновал. И тетя Нина, значит, ну, вместо того, чтобы как-то мне попытаться объяснить, может быть, вот, почему такое. Вот. Она говорит, как ты мне не указ, вроде я тут хозяйка. Ну, я при всех, как бы, тоже начал за устав ратовать. Тем более я мужчина, она женщина, я чувствовал себя правым. Но делал это как-то, ну, без любви, так скажем. Было не обличение, а скорее осуждение этой женщины, сестры во Христе. А, Сергей. Вот, свидетель. Я добавить немножко хочу. Она ему сказала так, у меня есть муж, и он мной командует, а ты не имеешь права. Вот и все. А муж-то какой в то время был вообще неверующий? Он никогда... То есть она меня этим унизила при всех, и я вместо того, чтобы, ну, может быть, как-то кротко мне надо было, или что, я не знаю. Но, тем не менее, как бы то ни было, после этой ссоры у меня пошли опухоли. Опухоли на том месте, где уже прооперировано все, все вырезано. На шее. На шее. Именно на этом же месте. И не одна, а две сразу шишки. Это говорило о том, что у меня пошел рецидив, и мне осталось жить, ну, месяц, два, три. Потому что до этого мне врачи говорили, если химиотерапия не помогает, лучевая терапия не помогает, операция не помогает, все, тогда иди хоть куда, хоть к бабкам, хоть к колдунам, все, к нам не приходи. Но дай нам шанс еще раз тебя прооперировать. Я им такой шанс дал, но, однако же, как я дал? Я думал, либо травами лечиться народными, либо под скальпель. У меня отца зарезали у меня от рака, то есть я не хотел тоже под скальпелем-то умирать, и зачем мне делать операцию? Ну, я зашел в церковь, и женщина, она говорит, подойди к батюшке, и как он скажет, это будет как от Бога. Я в это поверил, и батюшка рассудил так. Говорит, кто этот травник, его знает, он известный, у него результаты есть, исцеление? Я говорю, да я знать его, не знаю, со стороны, может, шарлатан, может, тут как-то... Он отца лечил и меня лечил. Отец помер. Отец помер, но он тогда сказал, вот если бы ему операцию не сделали бы, я бы его вылечил. Вот. А деньги вернул за то, что он после операции травами лечил, ну раз помер-то, хоть здесь порядочно оказался. А батюшка говорит, а вот онкология у нас сильная, я знаю, очень многим помогали операции, и люди оставались жить и жить долго. Хочешь жить, я тебя благословляю, иди, оперируйся. И я смирился, думаю, если Богу, значит, угодно, останусь жив, а если не угодно, значит, уже нагрешил, и пора мне уже в могилу. То есть смирением, исповедовался, прочистился, и пошел под скальпель, и вот молил Бога, говорит, Господи, мне бы хотя бы еще годика три, мне сильно хотелось еще пожить почему-то. Но вот, по милости Божьей, уже 15 лет после этого случая живу. И не зря, думаю, Господь меня оставил. Я говорю, языки 15 лет Бог дал. Ну вот. Ну и потом у тебя появились шишки. Да, потом эти шишки появились у меня, и я звоню Виктору Андреевичу, говорю, у меня появились шишки. Врачу. Врачу нашему, общине, которого я люблю, и доверяю. Он говорит, с этим не шути, езжай в город на обследование. Но я думаю, а что езжать, если мне там сказали, если операция не поможет, то уже все. Я пошел за советом к вам, и вы мне посоветовали, не надо никуда езжать, мы тебя здесь похороним в Потеряевке, и мне тут дешевле. Я поверил, да, значительно дешевле. Да и там что они меня будут... Вот без обмана. А ты попом-то был бы, ты разве такой совет дал? Вот, во-первых, как батюшка дал, и теперь как я даю, совмести вместе. У батюшки он сказал еще неопределенно, а я определенно ему сказал. Умрешь, и здесь дешевле. Привязаться не к чему. Хоронить дешево здесь. На Пасху батюшка будет совершать там молебен. Ну и что дальше? Ну и как написано, кто будет за эту жижнешку держаться, тот потеряет ее. А кто ради меня Евангелие оставит, и я оставил этот город, значит, и думаю, ну помирать лучше действительно здесь может быть. А мы стали все молиться. Да, стали все молиться. А с ней-то ты примирился? А с сестрой, да, я примирился. То есть выяснили ситуацию, что пища давалась девочке, потому что она долго ест. Если ей давать в последнюю очередь, то она со всеми не успеет и голодная выйдет. И ради того, чтобы она голодная не оставалась, значит, ей в виде исключения одной, самой маленькой, давали в первую очередь. Вот и все, и стоило было бы из-за этого нервничать. То есть вы с ней полностью примирились? Да, примирились. И она попросила у меня прощения. Говорит, да Сереженька, да если с тобой что случится, у меня шишки. Она что же переживает, что это из-за ссоры брат-то погибает. Да я тебя буду до конца жизни докармливать. Она мне говорит, да ты только не умирай. Вот, и все, и по милости Божьей. Ну, мое дальнейшее участие какое-то было в этом? Или я сказал, похороним и все? Нет, ну как, вы потом сказали, что сестра была в том случае права, что да, надо девочке было первой давать в виде исключения. А ты еще не говоришь о том, что я тебе сказал. Тебе на солнечные лучи не попадаться. Шель здесь широкий, высокий, стоящий воротник, как у маршала Ушакова. Закрывся. И все время смотрел, как только ты раскрываешься, я тебя турнул. И сейчас же она так, нет? Да, да. Помогло? Помогло, живой. Исчезли они? Исчезли. Это сколько лет уже прошло? Много прошло лет уже. Ну, примерно. Лет пять, наверное, уже. Видишь как, советы должны быть с прицелом на будущее. Когда ему подошла монашка, я так и так вот болею, сказали, врачи, батюшка, говорит, тебе уже говорили, что не ходить на операции. Ты повторно спрашиваешь? Ну да. Иди. Раз уже повторно, значит иди. Тебе уже никто не поможет, ты недовольный. Ты сильно страдаешь, ну не сильно, но увеличивается все. Иди, ты пострадаешь больше и умрешь. Тебе это как раз и надо. У тебя характер такой неуживчивый, кажется, склочный. Тебе это как раз, сестра, и надо. И все так и было. Она пошла операцию и сделала. Страдала она очень сильно, но и померла. Совет-то какой дельный батюшка дает. Он знает, некоторые священники имеют медицинское даже образование. Как вот Альберт Швейцер, он специально учился и знает, что нужно спокойствие, прокаженное, лепра. Правда, потом была изобретена какая-то вакцина профессором отсюда японского. Помогает очень сильно от проказы. А что он, дома самая у него обстановка, он любил, коза была. Отдельный шатер и коза у него привязанная здесь же стоит. Коза не заразится. То есть надо смотреть, чтобы человек внутренним своим духом поддерживал сам себя. А сегодня этого никак нет. Заранее подготовят. В Америке везде говорят исход. Он ураком, он умрет. Два месяца. А у русских нет, только не говорите. Их так учили. Он не дал правильного нераспоряжения, ничего. Все хуже, хуже. И умерла Зыкина. И теперь толкутся на ее бриллиантах, на этих. Делят там. Валентина Толкунова, та тоже доверилась священникам-то. Ну, я как знаю-то. Может, неполные данные публикуют это. Надо прислушиваться и в то же время благоразумным быть. Выслушать все и довериться Богу. А это тебе Бог положит на сердце. А как узнать? Вот это я тебе передать не могу. Это от Бога. Просто от Бога. Я к врачам не обращаюсь. Но иногда я обращаюсь. Я говорю, вот меня со стройки подняли, говорится, краном опустили. Я в таком положении. И на операцию привезли. И вот-вот лопнет аппендикс. Врач пришел. Я говорю, я не лягу на стол, пока не помолюсь. А он уже руки-то нам помыл. Он стоит вот так. А рядом ассистент Матрёна. Это он мне все расскажет. Яков Нахманович Шохин. Он доцент тогда был. Молитесь. Я стал молиться. Она ему и говорит. Это он мне передает. Яков Нахманович. Они не Ахманович, а Нахманович зовут. Ну сколько же можно? Спокойно. И руки как поднял. Будто молится со мной. Врачи как. Я помолился. Он спрашивает. Все. Да какой такт? Вот к слову сказать. Я вот у евреев попадал. Канон говорит. У евреев не лечиться. Канон есть. Потому что они умертвить тебя могут. Но на мне это не срабатывало. У меня все евреи, которые были, лечили, встречались. Все хорошие. Ни одного плохого еврея я не встретил. Нигде. У меня самые большие банкиры евреи помогали деньгами издавать книги. Где я разбираю Талмуд и прочее. И они в руках у них. Книги эти. И не читают. Вот что. Немало-то удивительно. Ну, у меня была одна операция такая. Очень тяжелая. Может даже нисколько не легче на позвоночнике. И я не знал делать-не делать ее. Никто не говорит. В недоумении никакого ответа нет. Мне надо работать. Это мне мешает. Невозможно. И я согласился. Обследование прошел. Все сделали. Ну, я сейчас не знаю сколько, но 35 лет назад примерно. Примерно. Теперь я думаю, не надо было делать операцию. Надо было сменить работу на более легкую. Не таскать рельсы и шпалы. То есть я от натуги это все у меня было. А теперь есть. Иногда болит. Начинает. Ненормально то место вести себя. И есть подозрение, что может быть рак. Но только подозрение. Отец умер меня не от рака. От рака от другого. Он выпивал. И на Бога надеясь сейчас. Но мысль приходит. Никто не подсказал. Но я доверяюсь Богу. И каждый день готовлюсь отойти. Поэтому на операции надо идти осторожно. С травами благоразумно. Я не знаю, насколько достоверно. Чуть ли не Гиппократ говорил. У врача три лекарства. Слово, скальпер и травы. Скальпер сегодня на первом месте. Слово сказать не могут. Они матершинники врачи такие. Хирурги. Сквернослово ужасное. Просто ужасное. Чуть не все курят. Блудят напропалую. Со всеми санитарками, как у Пушкина. 113 любовниц. Это врачи подтверждают. И поэтому доверяться им. Она вот сделала какой-то формалин стоял, что ли, для мать. Она сделала прямую кишку ребенку. Ну еще он горел, кричал. Шесть часов помирал. Мама, 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 мать еще сделать. Она его сожгла изнутри. Ну что ей сделать? Ей только поставить. Ну и наказания-то нет. А сколько таких было? Поэтому, если кто согрешает, да впадет в руки врача. Врачи тоже молятся, молятся. Главное. И в их руках иногда бывает успех. Иногда, не всегда. Поэтому я к врачам не льну и не ищу, но уважаю и посчитаю. Особенно вот когда соборует. У нас епископ всегда был соборовым. И в Тихий Курочкин. И батюшка тут рядом. И вот проходит мимо, а я зашел, что-то ставил. Давай помажу. Да не надо, батюшка. Меня помажет Виктор Андреевич Яковлев, врач. Я у него исповедуюсь. У меня что-то заболело, сейчас закончу. Я его вызываю. Посмотри, что у меня. Он меня везет скорее к врачам. Машину нанимает, осматривает. Глаза, уши там. Полный ремонт делал. Что нужно будет, я приму. А остальное, дорогу, аптечку составить. Это его была работа. Мы аптечку, я не знаю, хоть раз распечатали или нет. Все здоровые. Собака здоровая. Пьем сырую воду. Сырую воду. Совершенно сырую. Откуда? От находки до Лиссабона. И везде черпаем и пьем. В Скандинавии, в Прибалтике. Всю страну объехали. В Турции. И ни один не заболел, никто. Никто. А кипятить надо. Когда я кипятить буду? Тысячу тридцать километров каждый день проходим. У нас возможности такой не было. Слушаю. Вы про помазание-то сказали. Вчера случай был. Мы Татьяне Кузьминичной зашли за плиткой вам. С Витей Савченко. Ну, поздоровались. Она вот так вот у меня берет. И вот так вот раз. И к Вите тоже тянется. Мы не можем понять, что это такое-то. Ну, похоже, что икона-то бодает. Тут чё-чё-чё-чё. И Витя говорит, а зачем это? Да я, говорит, в храме была. Говорит, помазание мне сделали. Я, говорит, хочу вам тоже передать. Витя тоже смотрю, тоже ей лоб подставляется. Она тоже вот так вот раз. Откуда она это? Надо её. Православная. Она любит тебя. Я понял. Вера и любовь. Поэтому люди, которые любят лишиться, иногда по радио говорят. Передача для тех, кто любит лишиться и для тех, кому это действительно необходимо. То есть, это совершенно разная категория людей. Любят лечиться. Вот у меня жена, она любит лечиться. И всё время болеет. Я подойду, вот это зачем у тебя? Да, вот это. У меня ни одной таблетки, ни одного пузырька в доме нету. Нету. Никаких жидких мыл нету. Обыкновенное хозяйственное мыло, если оно есть. Тут же постирал, к вечеру просушил, то же самое опять на себя надел. Ну, то есть, надо жить очень просто. Дружить с природой. Не люблю я этого антихриста русского. Был, этот, Иванов. Водой холодной обливалась. Порфирий. Поршек звали его. Порфирий. Порфирий. Да. И он говорил, главное это болезнь в себя не впущать. И в этом смысл есть. Вот. У Серахова сказано. А? У Серахова сказано, прежде болезнь, заботиться о себе. Ну, вот это я как раз и говорю. Вот я по этому принципу живу. Ничего нигде нет, никаких перееданий. Вот вы видите сколько, сколько каши на второе. А я уже огурцами этими набил в утробу, как бык. Да не надо ничего. Или ложку одну. Или да чего не берете. Но я, правда, устаю и есть очень охота. Я все время обед жду, обед. Вечер уже не можно обойтись. Надо научиться организмам своим радоваться. Я говорю, вот заходит человек, вот, ну, стоит он вот таким вот позом. Тебе это нравится? Да нет. Ну, а что ты так позволил? Вот. Если бы мне твое тело досталось, а голова моя, я в течение одного места распузырил бы это все. Со мной в камере сидел Редкин. Владимир Прокопьевич. Он замначальника завода был. Ну, вот у него живот это, вот если сейчас вот так вот большое это опрокинуть, то вот так вот, еще сверху такой же. Ну, и что делать? Мы с ним поговорили. Он все принял. Обратился, покаялся, молились. И в другую камеру у нас увели вниз, чтобы других-то мы не совращали. Вниз, самое, там, с таракана до сверчки. И вот там мы молимся и поем. И он теперь, а ты запасная чашка, он сумел выпросить, он ее держит. Как только подают, смотрят, как мы едим. А там глазок в дверь. А он эту чашку-то туда сунет, столб прикован, а у него там как полочка. А эту чашку пустует и берет, имитирует, что ест. И как только от глазка-то отойдут, он тогда скорее в туалет. Прости меня, Господи, пускай рыбки едят. Недели полторы прошло. Полторы. Он не берет ничего в рот совсем. Я говорю, Володя, ты хоть маленько-то поешь. Отец Игнатий, да сколько же я ел-то? Да, поедем мы, шашлыки разные. Одного барана едим, а второй привязанный рядом стоит. Все ушло. Все. А полифак, то есть много едения, полифак называется, были такие, которые съедал за раз быка. Быка. Он так есть хочет, пробирался в больницу и абортирных младенцев съедал. Магнезию, что только находил. В свободном состоянии живот его был так обвишен, что он живот этот, как тряпкой мог его так целиком себя обернуть. 48 куриц там за раз, 48 куриц за раз съедал. Это явно, что это демон. Человеку-то не надо. Я не против, что вкусная пища-то хорошо, но гнилого не допускай. Сухое ешь. Заплесневанный хлеб, если он высушенный, не бойся. Сергей Радонежский ел так, что из-за рта дым шел от плесени этой. И он не болел. Вот это нам пример. А жили это наполовину под землей, где находились. Я о здоровье вот сегодня хотел сказать. Ну, а объект разговора Сергей Павлович Пупков. Так. Ты уже сколько раз тебя сгонял лишний вес? Какие твои успехи в этом вопросе? За сколько ты бросал? Сколько у тебя вес был? У меня был 92. А рост какой? 165. 165. У тебя не больше 60 должно быть. 32 килограмма лишнего. 32. Это три ведра на святой степени день и ночь. И что ты с этим взял? 22 долой. 22 долой. А эти про запас. А эти про запас. Надо с ними покончить. Надо. Вот у меня метр 72. А рост метр 72. А вес 62. То есть норма, которая разрешается, у меня еще ниже нормы на 5 килограмм. Ну просто. Мне не надо ничего. Это лишнее. Здоровье такое не лучше моего. Вот эти первые 22 это легко. Вот последние 10, а вот тяжеловато дается почему-то. Самые последние, самые тяжелые. Не знаю. Ну еще на это сказать. Я вот говорю-то, начиная все, что относится к дороге, к мытью, к стирке, ко всему. А надо стирать. Вот стирает порошками. Ну а материя-то какая? Она вот. Это мы не видим. В микросопе видно, что нитка так, нитка так, а между нитками пространство. И все не вымывается оттуда. И это ядовитое зелье, которое все выедает, оно выедает теперь твое тело. А что теперь, порошками не пользуется? Проще ответить, я скажу, не знаю. Но я не желаю. Желаю раздробить мыло, там нарезать кусочки какое-то. А там тоже сода какая-то, такая да не такая. А раньше как бабы делали? Товальками там колотили, стояли и в холодной воде было. Надо научиться во всем абсолютно смотреть на тело, как на храм Божий. Храм. Храм, ну не Череповецкий комбинат, доменная печь. Которая с зловонием вся исходит. Какое-то, когда люди жирные, они там потеют. Это не лучшее зрелище. А как? Вот меня даже всегда спрашивают. Я бабушкам, когда на благовестии бываю, бабка лежит какая-то. Баба, что лежишь? Болею. А сколько лет? Бывает там 70 еще нет. Ну а что ты болеешь? Встать не можешь. Трудно. Ну а что трудно-то? В туалет-то ходишь, ходишь. Ну а дальше я начинаю бабка. Да какое же ты имеешь право лежать? Наш президент в Китай улетел. На него покушение может быть. Его звать Владимир, знаешь, знаю. Давай поможемся. Молись. Ты знаешь, что патриарх приехал туда-то, там-то, здесь. На него может быть покушение, заболеть или упадет самолет. Молись. Дети где? Да и вот уехали. Да неверующие не воспитало. Молись о детях. Ты чего лежишь-то? На улице солнце какое. А вы чем болеете? Я вообще не болею. Болит у меня, что это не болезнь. Это естественное старение организма. Вот как я называю. Желтеют листья. Все нормально. Вот мухи, заметь. Летали. Сейчас приходим в храме-то. Мухи надоедали. Пришли, все мертвые лежат. Почему? Пришло время, они все опрокинулись. И нет. Надо надеяться на Бога. Люди, которые вот сейчас с болезнями творятся, они могли бы быть по-другому настроены. Зачем? Передают все время, нужно такое лекарство. Гляжу, последнее. Прямо суют. Откроешь компьютер, не могу включить. Наращивание длины полового члена. А какое это ошибки иметь? А старый у нас дед, вот лекарство, там какая-то, диагра, что-то такое, так он как молодой жеребец. Ну ладно. Ну и дальше-то что за этим-то есть? То есть гречник достиг почтенного возраста, и о покаянии не думает. Ну что ты сделал? Дальше-то за этим что? Дальше-то, где вмешалась медицина, за это да, они могут сделать, там кости наращивают. Ну а дальше-то что? Что изменяется внутри тебя? И вот все они рекламируют, и рекламируют, и кто-то послал, кто-то, и при том сцепятся. Вот недавно наша сестра Щукина, Няняла Алексеевна, ну ей кто-то позвонил, не знаю, что там какое-то, лекарство, чего-то. И она спросила, сколько стоит. И он назвал такую сумму, ей полгода ни пить и не есть. Ну и все, она говорит, да нет, не надо ничего. Он снова, снова звонит. Он не может никак отбиться, она говорит, что с телефона там снимать или где? А тогда я к юристу ее направил и говорю, ну помогите, а он вцепился мертвой охваткой. Они названят и названивают ей. Вы уже заказали, для вас прибор сделан, как будто специально сделали. Вы обязаны его взять? Я как-то иду, стоит девушка одна. Она уже видит, я иду с женой и сразу, так скажите, а у вас болит вот сердце? Я говорю, нет, не болит. Жена болит. Что-то высунулось-то, думаю, но при этом как-то неудобно. Охота показать, что мы мирные люди. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот у нас такой прибор, и вот мы уже все это, акция такая, помощь пенсионерам, и осталось два прибора. И вот один прибор мой, ну вот на вас его. Да не надо нам этого прибора, не надо, пошли. А она прям уже, а жена нет, ну если хотите, можете взять кредит. Нам не надо. Я сказал, не надо, жену под руку и пошли. В это время стенка через дорогу отлипается, парень один быстрыми шагами подходит. То есть он ее на контроле смотрит, прибор у нее, чтобы никто не выхватил. И дальше начинается разговор. Я ответил, я не могу отстать никак. И все, жена, она не разговаривает, не надо, это обман. И она бы сразу отшатнулась. Не разговаривайте с этими, которые по домам ходят, носят, вы знаете, какие герболайфы. Это волшебники, колдуны в белых халатах. А потом приходят, бабкам дают и опрокидают. Нашли бабки отравлены, убиты. А врач делал, приезжал по скорой помощи. А как он знал? А у него картотеку дали у нас. В поликлинике. И он по ним высчитывал и убийство за убийством. Где? Санкт-Петербург. За здоровье не надо держаться. Просто Бог дал его, оно есть, и благодарю Бога. Не забывай благодарить. Так, Володя, чем болеешь? Ничем? Да. Ничем не болею. Ну смотри, а то к тебе завтра герболайф подкатит. Никита не болеет, ты чем болеешь? Ничем не болею. Ну, слава Богу. Как команда подобралась такая. Так, кто хочет быть здоровым, смотрите, как мы здоровы. Подражайте нам. Мясное исключите полностью. Полностью, совершенно. Вы без него обойдете. Человеческий организм в желудок более приспособлен к растительной пище, чем к животному происхождению. Более. Хотя мы не отрицаем, у моего батюшки, где рыбы всегда нам готовят, и рыба у нас есть. Если там суп был наварен, мясо было, мы от супа не откажемся. Там бывает птица какая. Самая диетическая, самая изысканная пища, это голуби. Недавно я прочитал, как в жареном, фаршированном виде подают. Так что, на особых гостей хороших, я иногда делаю релизию у себя, селекцию. Один раз я веду селекционную работу в селе голубей. 300 штук пришлось убрать только сразу. Оставить именно те, ну, как сказать, породы выводятся. Это все естественно. Все тогда, ладно. Сегодня у нас дождик идет, хотя и вторник. Ждем. Ольга, интересно, все спрашивает в гору. Когда будет ваша там встреча с епископом, с митрополитом Сергием Иваником? Да я сразу к вечеру ее уже там конвертирую, выставить можно. Снимаю-то я замки. И сегодня как раз ушли туда, после обеда она может уже выставить. Почему она так интересуется, я не спросил. Я думаю так, что не она, ею кто-то интересуется, или она решила показать всем нападающим. Смотрите, митрополит, Игнатия причащает, он не ошибся, наверное, приезжает четвертый раз. Возможность выслушать. Я говорю, ну, нас никто не разделит по заглаза, ты епископ, он вам вот так показал. А таких много, которые нас пытаются разделить. Вот так вот пальцы сделал. Он не спит, говорит, это заснято. Вот, ну, тут был человек один, мы с ним разговаривали. Я говорю, ты его знаешь? Знаю. Мне он очень нравится. Я говорю, у него лицо, вам не кажется, что наигранное так это, улыбки строят? Нет. Я говорю, я тоже понял с первого раза. Он естественный, какой есть. Да слава богу, у вас тут остановились отношения-то хорошие с епископами. У меня неплохие были в конце с Максимом Дмитриевым, вот теперь Липецк, там где-то Елец. Антони был. Антони вообще у меня на дому было, обедали у меня дома. С ним в машине ездили. Три епископа, больше у нас тут и не было алтайских. Это первый епископ, второй, третий. Да. Ну, а вопрос, допускаете ли вы такую возможность, что епископ Сергий станет нашим епископом? Да, он наш и есть. Мы же не перешли в состав московского патриарха. Нет, не перешли, он наш. Наши ребята учатся в его семинарии. Он к нам приезжает, меня причащает. Чужой епископ, как сказать, чем он чужой тогда? Он наш. И везде, главное, на этот раз служба была, и они произносят. Святейшего патриарха Кирилла, имя брата Вита Илариона, первоиерарха русской православной зарубежной церкви, по чину, митрополита Сергия Барнаульского Алтайского. То есть они считают, зачитывают, и их диакон, и он сам. Так что мы не московская патриархия, нет. Но мы те, которые приняли акт о каноническом общении. Они неоднократно пытались нас к себе подгрести, но мы сказали, просто нас не будет и пользы никакой не будет. А так мы просто находимся в таких вот условиях, и нам как раз, и мы друзья. Я не постыжусь сказать. Я написал письмо патриарху, благодарственное, что нам дали такого епископа, многострадальному Алтаю. и какие у него привлекательные качества есть. Ну и он и послал в епархию. А он дорогой ехал, я ему позвонил, мы уже когда переговариваемся. И он, кажется, да, он написал письмо, я тогда засчитывал в лагере-то из епархии, как благодарю, что вы так высоко, благожелательно сценили мою миссию здесь. Просто мы с дьяконом Евгением Менчуком на эту тему разговаривали, когда он меня увозил-то. И он считает, что надо переходить. Тот-то написал же письмо, а так получается, что нас за неподчинение Илариону могут... Да не надо говорить. Евгений сказал. Евгений против того, чтобы дороги строили. Да понятно. Он против. Да пруд восстанавливаем. Не надо собрание. Ему это не надо. Я понимаю, кто это говорит. Евгению надо. А ему что надо? Митрополит приезжает, он ни на дом богослужения не был. Ни на одном. К нам митрополит приезжает, Жени нету. А почему нету-то? Он-то не говорит. Я-то знаю причину какую. Тебе надо к епископу иди, переходи. Никто не держит. Зачем ты нас толкаешь, когда епископ, теперь митрополит Сергий говорит, мы о вас рассуждали. Но не сказал где, а я не спросил. И решили. Где решили, не знаю. Оставить вас как есть. Им не надо о нас решать. Они на нам никакой власти не имеют. Зачем решать? Мы определяем свою участь. Нас спрашивали, вы за объединение, мы категорически против. И написали, но добавили. Какое бы решение наш Синод не принял за рубежника, мы ему подчинимся. И поэтому будем об этом молиться. Еще не так. Ну так Женя и сказал, они приняли решение, чтобы нас туда перевезти. Нету. Решения этого Синода не было. Не было. Не было. Это он не знает или умышленно. Ну или письмо, епископ. Да письмо разве, это решение Синода. Чего вы одно с другим путаете? Решение было о каноническом общении. Ничего больше не было. Ни о каком слове объединения даже не фигурировало. Но я знал, дальше они потянут и потянут. Им палец, говорит, только когда я с ногтями оторву. Но мы заранее сказали, мы никогда, повторяю сегодня, никогда не будем в Московской Патриархии. Почему они нас разложат? Деревни не будет, лагеря не будет, книг не будет, ничего не будет. Мы их знаем. Теперь, которые вот злобятся, допустим, Сергей Дудин, сумасшедший просто, выпады делает такие. Я ему скажу, а мы в Московской Патриархии. Они не разобрались с вас. То есть он что угодно будет. Это нам никакой льготы не даст. А я не в Московской Патриархии. У нас на всех богослужениях поминается первый эрарх нашей церкви. Первый эрарх Иларион Капрал, фамилия его. Я с ним лично жил в Синодии. Батюшка с ним в Австралии был. Это вообще человек, у него прозвище есть. Это господин, у которого нет недавно. Кто бы ни был, кто бы, он до того простой. Все отдаст. И он хотел быть в Потеряевке, когда были там. Я говорю, знаете, молодых, я представляю так, большой русский медведь идет по овсу, овес растет. Он вот так овес подминает, катается по нему, а потом, чтобы не колоски собирать, а тут он на полу собирает и ест. Я говорю, вот вы идете по нашему полю. Здесь такой, а он такой грузный, здоровый. Мы с ним ездили, он меня возил в другой штат где-то в Америке, чтобы я побеседовал с баптистами. Сам возил. Там шофер был, конечно, и он поехал. Это прекраснейший души человек. Вы сейчас про Илариона? Илариона говорю. Илариона, который упоминаем. Что мы не так сделали? Мы, что, по словам Жени, что не так сделали? Да, что не так? Что мы не подчинились Илариону и не перешли под... Это никаких указов никогда не издавала церковь. Никогда. Чтобы у которой у нее нет ни одного замечания. Он сказал, я вас не знаю и меня не поминайте. Этого не было в мировой истории. Не не поминайте, он прям конкретно в письме написал, чтобы мы переходили. Это его желание. Его на него давят, на нем пашут и говорят, вот такие два прихода, два, всего два. А их было 140. 138 куда-то по другим юрисдикциям, а мы двое остались и мы приняли. Так когда они не признавали каноничность в московской патриархии, они нас осуждали. А вы с ними и кшаетесь. Наша позиция была самая правильная. До всяких этих общений, канонических актов мы уже были с первого дня. Были близкие и к нам приходили, и можно было служить. Этого не было. А они теперь первые прыгнули через нас, говорят, только ризами задели нас. То есть это письмо, это не прямое повеление, а желание. То есть нас за неподчинение епископу невозможно взять. Это не приказ никакой, ничего нет. Он сказал, сказал и все. Это его желание. Почему? Его давят. Я там не бываю, я разложу картину. Я когда-то рассказал у полномочия, у полномочия по религиозным культам. Добавил Сильшев. А кто вам это передал? Какой был разговор? Я с Николаем Войтовичем, когда говорили. Я открываю тайны, мне Бог тайно открывает. Я говорю, вы сейчас открыли в Кулунде? Ну да, в Славгороде. А на какой крови вы строите ворота? Это есть такое, на Первенце, на Ерехоне. Вам что, полномочия, не сказал? Открыть нельзя, потому что кафельная плитка, рубчики надо убрать. Там пылинки задерживаются. Маленькие такие рубчики идут. Кафель отрубить, под другой поставить. Это какой расход? Сделали. Он теперь говорит, труба не на ту сторону. Вывели на ту сторону. Теперь, ну что еще нужно сделать? Это Войтович полностью предан власти был. Полностью. Это как образец символа полного подчинения советской власти. Это в советское время. Он тогда прямо говорит, отлучите от Игнатия церкви. Он говорит, я этого не могу сделать. Наше основание. Отлучите. И мы откроем храм там и там откроем. Из-за меня храма не открывали. Я себе не открываю всего. И отец Николай Войтович, для которого советская власть превыше всех властей в мире была. И он не пошел на это. Я упоминаю в молитвах. Он меня в тюрьме прищищал, приезжал. Отец Николай. За мной нет ничего, что там Дудин будет. Ничего нет во всей жизни. Меня никто не отлучал. Его отлучали. То другое. Меня не за что отлучать. Не за что. И он отец Войтович, Николай Войтович против был. Ну, перед властями-то. Но он всегда был за. Вот Пасха. Милиция все окружила. Или у меня стихотворение есть, говорит. Охраняет милиция бабок своих. Такое стихотворение есть. Ну, и я вышел и начал говорить. В это время гражданские подошли. Вот машина стоит. Пожалуйста, пройдите. По-хорошему. Я захожу. А там милиция. Там всю ночь неохота. Прохладно было там. И я им начинаю свидетельствовать, говорить. Все дословно Войтович известно. Игнатий, вы опять им говорили. Да он забылся. А победа-то на нашей стороне была. То есть он меня гонит, но он все равно с собой считает. Но победа-то на нашей стороне была. Понимаешь как? Поэтому не надо сцепляться за слова. Он при людях везде это говорит. А внутри он не тот. Он всегда понимает, что будет другой день, другое воскресенье. И там будет так, как Игнатий говорит. Почему? По Библии. По Слову Божию. Правда, один он раз на нас споткнулся. Мы говорим, что жить надо не по плоти, а по духу. Он вышел и проповедь начал говорить. Люди появились, которые говорят, жить надо по духу, а не по плоти. Вы понимаете, куда это заведет? Он заходит, а ему там один священник, который к нам приходил из алтаря, их два таких было. Говорит, батюшка, так у Павла написано. Да вы что? Так написано, так. Это опять будут на меня капать, архиерею. Понятно как? А староста тут в одном месте вышел и говорит, появились люди, которые призывают жить по Евангелию. Братья и сестры. Вы подумайте, что это? Да кто, когда жил по Евангелию? Чего удивляетесь протестантизму, лютеру? Как ему было не быть-то? Это вообще. Вот мы говорим, вот такой-то человек, вот он к вам так относится. Но почему? В первую очередь завидует, второе трусость. Он трусливый-трусливый этот человек. Он боится правду сказать. Он бы сказал, да, действительно, Игнатий говорит, так и есть. Вот здесь был у нас архиепископ Гедеон, потом литрополит Ставропольский был. И вот когда он, а мы с ним беседовали часами. Вот я во дворе стою, а он проходит. Я приехал, у меня сестра родная работала там в епархии. Он меня, Игнатий, пошли. Я с ним иду. Заходим, а в приемной полное священников вызвано это. Один священник выскочил. Владыка, благословите. Я давно жду, я из далекой стороны тут приехал. Игнатий дольше вас ждет, когда вы покаетесь. Заходи. Заходим. Беседом 10-20 минут. Я говорю, Владыка, там люди и прискосвященники ждут. Подождут. Какие были отношения. А было, мол, не гром металли, потому что я его задевал где-то. И когда он уезжал, в Тобольске выступил, меня опять же передали оттуда. Там были такие люди, которые знают, как Сергий Диакон Бурдин. И он говорит, 13 лет я был. А ему принадлежал Алтайский край. Это отдельная епархия не была. Новосибирская, это их соборная, это Красноярский край, Томская и Тува. Представь себе. Это пять епархий в одной было тогда. И он говорит, за 13 лет у меня ни одного не было священника. Все вы лицемеры. Не было такого, чтобы... Мне только один человек правду в глаза говорил. Что-то что-то стоит. Где Дудина эти были? Из их проглотили или в другое место его спрятали? А я ему говорил не ради грубости, а ради того, чтобы он был другим. Вот так сидим, а я вот у него такой вот живот так по животу. Я говорю, пойдемте на пропасть. Он вот так, ну куда я с этой утробой пойду, Игнатий, куда ты меня зовешь? А сам улыбчивый такой был, очень импозантный, красивый. Его даже прощили патриархи после Пимена. Пимен будто бы ему это сказал. Патриарх Пимен из веков фамилия его. Вот теперь и решай. Вот о чем мы говорим. Примени это к себе. Сгодится нет. А с этим епископом, митрополитом, я считаю, это Бог дал такого. Я так считаю. Видишь, как он сразу, минуя архиепископа, ну его рукополагали там на один день. Сразу с епископом, митрополитом. И вот он где выступает, где бывает, здесь его видно какое, он открытое лицо у него. Я ему сказал в тот раз, я говорю, у лидера должно быть шесть качеств. Воображение, знание, умение, решительность, беспощадность и привлекательность. Самая трудная привлекательность. Мне кажется, я говорю, владыке Сергию говорю, у вас это качество есть. Это качество. Вот и сейчас за столом я ему сказал. Мне не надо перед ним, как говорится, хвостом крутить. Потому что, и он только сказал мне, говорит, когда нужно, всегда приходите. Я говорю, да у вас там не дождешься приемной. Позвоните, там дверь откроют. И все. Это мне Бог открывает. Надо делать поправку. Я не священник. У меня нет духовного образования. У вас все есть. И он вас в общем ряде выделяет. Он меня выделяет отдельно. Ему назови слово Игнатий, уже понятно. Мы заключили договор молиться друг о друге. И предыдущий, и до этого, который был Антоний. Это во мне. Я Никиту спрашиваю, почему ты вышел на нас? А не на кого-то. Никита, почему ты решил познакомиться со мной? Потому что по правде тут все уникально. Понимаете, это отец Кирилл Сахаров говорит. Это мне дано, это не мое. Я этим не хвалюсь, ничего. Но я работаю в этом направлении. Видишь как? Мы никого не агитируем, не зовем. Везде написано категорически запрещается приезжать без разрешения. Спросили по медицине. По еде. У меня есть своя наработка. Я не отрицаю то, что люди знают. Вот нужно обязательно белки, то другое. Я тебе показывал сегодня как рыбу. Ты и мыть надо, Галяна, не надо мыть. Никита готовит. Вкусное? Ну скажи. Мне мытые больше нравятся. Все отдельно готовить будешь? Нет, я и такие поем. Ну ладно, ну смотри. Невелика, как говорится. Ну ты согласись, что в нашем сохраняется больше того, что он заложен природой. Невытым. Это все желе, все немытое, не смытое с него. Ну я не знаю, полезно оно или нет. Может быть и полезно. Как это назвать? Берта грел или как грелся? Он и мочу пил, и все. Он и кал ел. Он эту саранчу, червей, разное там. Какая необходимость мне этого? Нет, нет, я тебе говорю. Но это Галяна. Галяна, чешуя есть. Незапретная рыба. Вот так. Все ест. Я думаю, он крылышки отарет у саранча. Он говорит, белки здесь находятся. В нашей пище, несомненно, которую мы не моем, больше калорий, белков и всего проще, чем когда ее промыли. Да не один раз еще. Это даже тебя доспрашивать не буду. Это так. Может она не такая вкусная, я тоже не оспарю. Но полезного в мытой меньше. Да-ка мыть не надо, а надо мыть. Надо быть, но не рыбу. Не рыбу, которая поймана. Она уже через час на столе стоит поймана. А эту, которую другую-то едим, она у нас в холодильнике уже второй месяц парится. Все. Это мы начались с твоего щелья. И когда, говорит, изничтожено, изничтожено, полезно, это делай, как мои уста. Вот мне Бог дал талант из самого ничтожного. Вот я посмотрел, что это? Картошка. Как она чищена? Я беру, каждый раз смотрю. Вот сейчас людям-то услышат, ой, мелочный такой, игнать, и ворщливый старик. Там прочее. Как она пощищена? Она рубленная. Так солдаты чистят. Ну, она была гнилая. Но если она была гнилая, ты отрезал. А на этом месте соединилась, то гниль на макушке осталась. Если бы ты ее ровно так делал, а он, видишь, как рубил. Ну, здесь ты ее вырезал. Здесь ты коснулся, снял ее полсантиметра. Здесь полсантиметра, а здесь миллиметра нет. В этом месте-то она осталась, гниль твоя. А как надо экономить? Обязательно чесноковка, даже обыть лук. А почему чеснок? Ты не спрашивай. О чем иудеи тасковали в пустыне, старайся иметь на столе. Вот спрашивают, кошерная пища у евреев. Вложения нельзя. Да нельзя, там на дне рабина, заклинательные молитвы, колдовские. Это все выдуманное. Кошерная еврейская пища – это самая полезная. Самая полезная. Там все высчитано, проверено. Ничего плохого нет. С кровью нету. А кровь и закрещена у нас у христиан. Не надо, я беру везде. Правильно колют мусульмане. Взять от них это. Я везде беру. И этому меня научил Антоний Великий. Он как пчела перелетал, говорит, с одного цветка на другой. Я везде его нахожу доброе. Везде вижу проявление Божьей любви. А мы должны быть подобны ему, Богу. И когда мы вот так все везде берем, то мы, конечно, уподобляемся непроходимцам по земле. Случайным прохожим. Вы чем заниматься думаете сейчас? Решать задачку вашу. Ну, значит, дождь кончится, мы сразу уходим. Я вас позову. Да ты, да. Так, спаси Христос. Вот чей-то носок у меня лежит на мне. Чей это? Да, включай еще. Все.